Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю. Хочу вам показать, как я люблю делать шашлык. У меня есть вот такой вот кусочек свиной шеи. Я сразу уберу вот этот вот кусочек сала, который твердый. Он абсолютно не нужен. Теперь порежу мясо. Мясо я режу небольшими кусочками. Я не заморачиваюсь над формой. Мне главное, чтобы они были на один укус. Тут будет немного шашлычка, но он будет офигенный. Если вы хотите сделать идеально квадратные кусочки, делайте 3 на 3 сантиметра. Такой вам ориентир. Мясо сразу в миску. Теперь лучок. Лук не мельчите, для того, чтобы его было потом удобно убрать с мяса. Я лук сначала посолю. И пусть он полежит пару минут, пока я буду заниматься мясом. Для того, чтобы мясо получилось очень сочное, возьмите воду и полейте мясо. Нет разницы. Газированная вода, негазированная. Важно, чтобы это была просто обычная вода. Потому что мясо, когда лежит в холодильнике, оно теряет влагу. И нужно эту влагу восполнить, для того, чтобы мясо было очень сочным. Магазинное мясо может впитать совершенно спокойно 10% жидкости от своего веса. Но я вас сейчас удивлю. Оно может впитать еще 25% жидкости, если вот так вот вымешать. Массируйте, массируйте, пока оно не забирает воду. Значит, можно еще немножко. Что касаемо специй. Специи в шашлыке нужно использовать те, которые вы любите. Никого не слушайте. Делайте так, как вам нравится. Я, собственно, так и делаю. Из специй сегодня я хочу перец. Я хочу кориандр. И я хочу зиро. Теперь все это. Вот видите, какая фракция. Теперь все это высыпаю на мясо. И теперь опять хорошо перемешиваю. Мясо у меня было примерно под грамм 600. Ну и 100 миллилитров воды я туда влил. То есть солидно, да? Ну что-то буду честен. Что-то тут есть. Так. Все хорошо перемешал. Лук, соль полежали. Теперь беру, так вот его подминаю. И отправляю в мясо. Перемешиваю. Я вообще не люблю мариновать мясо сутками. Кроме одного маринада. Хлебный. Обязательно посмотрите и попробуйте этот рецепт. Все, кто попробовал, все писали восторженные отзывы в директ Инстаграм. В таком виде я оставляю мясо примерно на полчаса. Я уберу его в тепло, чтобы оно не мерзло. Тут все-таки на улице небольшой минус. А мы займемся мангалом. Мой монстр. Который я сделал с Серегой вместе. Своими руками. Кстати, проходит тест. Смотрите, зимой с ним ничего не происходит. Я на нем жарил. Здесь не все хорошо. Столики надо доработать. Но это уже следующим летом. Летом мы все почистим и покрасим. Но будет огонь. И все на цветочную грядку. Чистый уголь. Чтобы красота была слишком сверху. Я считаю, что шашлык такой должен быть. На один кусок укус. Вообще, я считаю, что нужно из шампура шашлык. В конце концов, есть газета. Газету разложу. Газетку. Так, пусть так будет. Ну, собственно, зажигай. Перекладывать будем? Когда приезжает гость. Особо умный, который ютубно смотрится и рассказывает. Это не так, это не так. Говорит, если загорится, бутылку мне поставит. Дыма без огня не бывает. Это точно. Дрова, ситры, пропитал. Конечно, разгорится. Разгорится. Яркий представитель диванных войск. Ладно, ладно. Просто повышенный псорос. Мы с тобой общаемся. Семьями дружим. Ты хоть посмотрел, как этот мангал в работе? Смотрел, да. Смотрел, как вы его строили. А как жарил? И как жарили смотрел. Поражаясь, да. Дырки не нужны в мангале. Это неконтролируемый жар, получается. Ветерок дунул, и у вас все загорелось. А у меня такого на моем мангале нет. У меня всегда все стабильно. И вот именно фишка этого мангала я могу взять. А пахалом? Пахалом. В магазинах, помните, махалка от Олежки не видел? Ну, а от Олежки нет. Заби в интернете, погугли. Махалка от Олежки. Ну, человек молодец. Так, дровишки почти готовы. Сейчас поправлю кочергой. Кочерга, кстати, выбор. Очень удобная вещь. Продается на сайте www.maesterbarbecue.ru Такая сам себе реклама. Кстати, на дровах получится шашлык особо ароматный. На углях он получается не такой ароматный. За счет того, что там уже все сгорело в печах. А вот тут все-таки аромат дерева очень хорошо передается мясу. Прошло каких-то 25 минут. Мясо постояло в доме в тепле. И сейчас я буду продолжать его готовить. Так громко сказано продолжать. Рецепт прост. Два притопа, три прихлопа. Воды нет. Все вместе. Еще и луковый сок. Теперь беру уксус. А что у тебя за уксус? Обычный? А нет, у меня какой-то очень дорогой яблочный. Рублей на 150 слив. Ну, я люблю вкусные уксусы. Вот мариновать в уксусе долго я против. А вот перед жаркой дать немножко уксуса, чтобы вкусы с детства получить. Мне очень нравится. Берем шампура и нанизываем. Еще один шампур будет закусочный. С другом, когда встаешь шашлык жарить, обычно два кусочка съедается возле мангала. А теперь внимание, что я делаю с шашлыком перед жаркой. Я беру соль. Я же шашлык не солил. Я люблю солить перед жаркой. Можно, кстати, солить, когда жарите. Поделайте, чтобы соль хорошо перемешался. Добиваю в угли. Все разравниваю. Вот такие кусочки, которые не догорели, убираю в сторону. Ну вот смотрите, без дырок, боковых, без всего работает. Макс, ты критиковал, иди смотри, как все хорошо. Чуть-чуть больше сделал. Но если больше мяса насадили, можно же наискосок положить. Вот, кайф мангала в том, что всегда можно мясо подвигать. С этой стороны стоять кайфово. Тут уже мясом пахнет. Ветер на меня, я уже стою, балдею. Мне вкусненько. Как только почувствовали аромат вкусного жареного мяса, пора переворачивать. Шашлык так жарится, ну буквально 5-6 минут. Два раза перевернули, и все. Иван, угостите. Пробуй. Пробую. Только давай честно. По-честному? Сейчас скажу вам честно. Ха, ты меня уже. Надо сначала остудить ее. Ай, ой, ой, ой. Мне нравится то, что мясо идет с прожилками, и что оно получилось совершенно не сухое, сочное. Особенно для тех, у кого проблемы с зубами, оно просто тает во рту. Так оно и есть. Специи. Ну, может быть, чуть-чуть, да, немного специй. Шея, мне кажется, это самое идеальное мясо для шашлыка. Вот этот жир, он топится, чуть-чуть подгорает, дает вот этот вкус. А то, что кусочки такие маленькие, это просто делюкс. Это вот на укус, под рюмочку, изумительно. Большие куски, это уже в прошлом. Мне кажется, вот маленький кусочек, съел, и все. Закусил, подкусил. Нет, от того, что он меньше, он же не менее сочный. А то люди подумают, да, то, что маленький, значит, он делает. Вот, смотри, он абсолютно сочный, с него все капает, он прожаренный. Он получился как люля, как люля-кебаб. Мы решили Леху теперь в кадр всегда запускать. Чтоб все все-таки видели, да, что он ест. Блин, меня обманул. Он капает. Зира чувствуется. Такой Паша Агапкин ест колбаски, он вообще сахар добавляет. Мясо? Да. Во-первых, сахар является размягчителем, во-вторых, он дает еще корочку. Ну что? Очень вкусно. Помните, лайки, подписки. Пишите комментарии, ставьте лайки. За интересный комментарий отправляем подарки.